Всем привет! Сегодня на обзоре сравнительно недорогая, но достаточно производительная смарт-ТВ приставка A95X F2. Узнать актуальную цену на данный момент и где приобрести, вы можете узнать, перейдя по ссылке в описании под этим видео. ТВ-бокс бывает в трёх модификациях, 2.16, 2 ГБ оперативной памяти 16 внутренней, 4.32, как у меня сейчас на обзоре, и 4.64. Первые две версии 2.16 и 4.32 имеют поддержку Wi-Fi, а только 2.4. Старшая же версия 4.64 уже поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi. Работает данный смарт-ТВ-бокс на операционной системе Android 9.0. Процессор здесь установлен AtomLogic S905X2. Имеется Bluetooth во всех версиях. Пропускная способность LAN 100 Мбит. Поставляется в таком вот коробочке. Комплект поставки сам ТВ-бокс, HDMI кабель для подключения приставки к телевизору, адаптер питания 5 Вольт 2 Ампера, инструкция на английском языке и пульт дистанционного управления. Пульт обычно инфракрасный, имеет ряд программируемых кнопок, работает от двух батареек типа 3А. Также вы можете выбрать сразу такой вот пульт. Доплатив 600 рублей, вы получаете воздушную мышь AirMouse, микрофон, приставка поддерживает голосовой поиск и 4 кнопки быстрого доступа. Доступ ко всем приложениям, доступ к Netflix, доступ в PlayMarket и доступ в YouTube. Также на данном пульту имеется программируемая кнопка. Вот эту кнопку включения-выключения можно запрограммировать. Для того, чтобы ее запрограммировать, просто нажимаете и удерживаете. Вот индикатор моргнул быстро, все, пульт в режиме программирования. Берете второй пульт, нажимаете кнопку, которую хотите считать. Вот, пульт быстро моргнул, кнопка считана. Сам ТВ-бокс выглядит следующим образом. На лицевой грани во включенном состоянии отображаются часы. С левой грани у нас имеется два USB разъема, USB 2.0 и высокоскоростной USB 3.0 и разъем под карточку памяти microSD для расширения внутренней памяти. С правой грани у нас ничего нету. С тыльной стороны имеется AV-разъем, приставку можно подключить к старым телевизорам кабелем 3.5 на тюльпаны. И также в гнезде AV-разъема расположена кнопка сброса Reset. Оптический SPDF-выход. К интернету приставку можно подключить как по Wi-Fi, так и кабелем напрямую. HDMI-выход для подключения приставки к телевизору кабелем, который идет в комплекте, и разъем под питание. Снизу имеется четыре прорезиненные ножки и краткая информация. В моем случае версия 4.32. Подключаем, смотрим. После подключения приставки к телевизору нам открывается такой вот плиточный лаучер. Имеется верхняя строка уведомлений и нижний статус бар. Слева вверху расположен микрофон, приставка поддерживает голосовой поиск. Если у вас пульт с микрофоном, не обязательно нажимать на этот значок с микрофоном. Просто на самом пульту нажимаете на кнопку с микрофоном и делаете запрос. Погода Санкт-Петербург. Сейчас в Санкт-Петербурге 20 градусов. Ясно. Голосовой поиск осуществляется через Google. Верхняя строчка с избранными приложениями. Здесь вы можете сами добавлять приложения на главный рабочий стол. Нажимаете на плюсик. Вам открываются все приложения. Выбираете приложение, которое вы хотите видеть на главном рабочем столе. Отмечаете галочкой, и оно добавляется на главный рабочий стол. После добавления приложения можно сортировать в любой последовательности, как вам удобно. Ниже у нас располагаются все установленные приложения. Их также можно сортировать в любой последовательности. И в самом низу у нас расположен также доступ ко всем приложениям. Изначально было предустановлено вот все, что вы видите на экране. Play Market, YouTube, браузер, файловый менеджер, беспроводное обновление присутствует. Мне при первом подключении сразу прилетело обновление. Голосовой поиск, Google сервисы, Netflix может кто-то пользуется, коди также имеется. Все необходимое для старта есть, остальное устанавливаете на свое усмотрение. Давайте пройдемся по настройкам. Настройка сети. Здесь выбираете подключение либо по Wi-Fi, либо по кабелю, кому как удобно. Добавляете свой Google аккаунт. Вкладка приложения. Здесь можно разрешить запретить доступ к каким-то приложениям, удалить приложение и так далее. Настройки устройства. Об устройстве. Модель у нас A95XF2, версия Android 9. Прошивка у меня установлена от 21.06.2019. Настройка даты времени. Здесь устанавливаете свой часовой поиск, чтобы часы правильно отображались. Выбор языка. Прошивка мультиязычная. Все языки здесь доступны. Выбор клавиатуры. Звук. Хранилище. В моем случае 32 гигабайта. Заставка. Местоположение, безопасность и ограничения, специальные возможности и сброс на заводские настройки. Пульты и аксессуары. Здесь вы можете подключить свое Bluetooth устройство. Bluetooth колонки, Bluetooth наушники. У меня вот в данный момент подключен Bluetooth геймпад. Позже вам продемонстрирую игровые возможности. И расширенные настройки. Настройки дисплея. Можно выбрать разрешение экрана. Если у вас телевизор 4К, здесь у вас будет разрешение 4К. Можно зуммировать экран. Аудио выход. Кнопка выключения. Можно настроить, чтобы приставка либо уходила в сон, либо выключалась полностью. Рут доступ. Можно выключить рут доступ, либо включить рут доступ. Картинку можно поднастроить. И More Settings. Здесь мы попадаем в такие привычные андроидовские настройки. Давайте посмотрим в работе. Откроем YouTube. Посмотрим максимально доступное разрешение. Заходим в поиск. Можно воспользоваться голосовым поиском, если у вас пульт с микрофоном. Видео 4К 60 фпс. Вот он нам нашел 4К ролики. Открываем 4К ролик. Пошло воспроизведение. Заходим в дополнительные параметры, в качество. И видим, что нам доступно видео 2160p 4К. 4К приставка воспроизводит без проблем. Здесь претензий нет. Давайте с носителя теперь откроем 4К файлик. Ну вот, у меня есть такой тяжеленький 4К HDR10. Ну вот, пошло воспроизведение. Сноситель от 4К также воспроизводит без проблем. Давайте IP телевидения посмотрим в работе. Включим HD каналы. С HD каналами приставка также справляется без проблем. Претензий нет. Давайте откроем онлайн кинотеатр HD Видеобокс. Откроем любой фильм. Ну вот, пошло воспроизведение. Отмотаем. Отлично воспроизводит, быстро подгружает. Кинотор, тоже отличный онлайн кинотеатр. Давайте здесь откроем тот же фильм, но уже откроем его через торренты. Давайте вот 4 гигабайта откроем. У меня интернет не очень скоростной. Идет буферизация. И вот пошло воспроизведение. Давайте отмотаем немного. И как вы можете видеть, можно торренты смотреть в отличном качестве также без проблем. Season Hit тоже неплохой онлайн кинотеатр. Здесь собраны чисто одни сериалы. Плеймаркет, кстати, не урезанный. Все приложения здесь доступны. Браузером тоже вполне можно пользоваться. Найти какую-то информацию, почитать. Также можно пользоваться голосовым поиском. Новости спорта. По вашему запросу найдено несколько статей. Также я некоторые игры установил. Давайте вам продемонстрирую. Компионат. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...